ЭППС, развороченный придомовой территорией, у жителей близлежащих домов продолжается уже не первый месяц. Не так давно, казалось бы, закипела работа. Приехал трактор, разровнял территорию. Однако на этом пока дело и заглохло. А ведь когда-то здесь был асфальт, который, правда, пролежал совсем недолго. Больше 10 лет мы добивались ремонта асфальта. И было очень-очень сложно, была большая переписка. Наконец-то мы добились. Год мы собирали всем домом деньги. Управляющая компания нам помогла. Нам сделали асфальт, нам сделали поребрики. И наших денег хватило, чтобы сделать вот эту горку. У нас был шикарный асфальт. Год мы радовались. Когда началась эта стройка, все расковыряли. Непонятно, кто нам будет это восстанавливать, когда. Как нам сообщили в Управлении капитального строительства Мурманской области, людям просто нужно немного подождать. В августе-сентябре асфальтовое покрытие вновь появится там же, где и было. Однако волнует местных жителей и еще один вопрос. Строительный вагончик, брошенный рабочими. Он уже давно превратился в местную зловонную помойку. Железная конструкция буквально завалена пакетами с мусором. Запах вокруг стоит просто отвратительный. Но крысам, которые облюбовали вагончик и, по словам жителей Первомайской, бегают по двору – это не помеха. Когда и кто ликвидирует свалку, образовавшуюся в самом центре города, неравнодушным кодалакшанам пока так никто и не смог ответить. Люди не могут открыть ни форточки, ни окна. Все завалено. Ходила я в администрацию. В администрации сказали, что мы никак не можем на них повлиять. Это мурманские подрядчики. И мы не можем с ними договориться. Ну как это так? Нельзя договориться. Люди же все-таки. Пока жильцам близлежащих домов остается только ждать. И надеяться, что эта придомовая территория все же сможет вернуть былую красоту. Ведь такая несанкционированная помойка не только портит внешний вид одной из центральных улиц города, но еще и несет в себе явную санитарную угрозу. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости. Субтитры создавал DimaTorzok